Я рад, что каждый из футболистов на поле выполнял свое задание, выполнял функции, которые мы определили для игры и действовали так, как было необходимо. И все это мы продемонстрировали против команды, которые сейчас находятся в физической форме. Вообще, я выдал хорошую серию и на поле соперника, в том числе, поэтому считаю, что мы заслуженно выиграли и провели хорошие матчи. Поэтому, хорошая серия, хорошие результаты, потому что это абсолютно неизвестен. Еще раз повторю, что, на мой взгляд, результат абсолютно заслужен при хорошей игре. Но самое важное, что бы мне хотелось отметить, это именно наши организованные действия. Пожалуйста, вопрос. Прошу вас. В первом этаже мне создавалось впечатление, что ваши ребята все-таки больше ожидали и не включали скорость. Это была установка такая, где их соперник не давал с самого начала. Это один из моментов, когда мы делали правильный выбор. Когда я говорил, что мы действовали организованно, правильно выполняли задачи, это было одно из задач, и я думаю, что мы правильно выбрали эту идею, ждали соперники. Потому что когда соперник закрывается полностью на своей половине поля, пробиться тяжело, приходится контролировать достаточно долго мяч, стараться выманивать соперника вперед, освобождать свободные зоны. Ну, мы приняли немного другое решение. Еще вопрос, пожалуйста. Сказалось ли на хорошей игре команды хорошее поле в Томске? Да. Значит, у нас есть хорошая игра в Томске. Это очень хорошая игра. Конечно, у нас есть хорошая игра в Томске. Конечно, у нас есть хорошая игра в Томске. Да, необходимо, чтобы поле было подходящим. Конечно, если поле в хорошем состоянии, надо только помогать. Но все-таки поле было немного мягким. Да, вы видели, что уже во втором тайме было видно, что куски дерна выдираются. Поэтому чуть-чуть усложнил задачу. Ну что, комментарии? Комментарии, конечно, всегда неприятно проигрывать. Хоть это и Зенит. Ну что делать? Работать дальше. Если предоставить возможность работать, дальше будем работать. Поверие знали, что организованная команда очень быстро переходит из обороны в атаку. И наигрывали, и ребята лежали. Знать и наигрывать – это одно, а играть соперником такого класса – это совершенно другие вещи, другие измерения. Сейчас просто сопоставляем. Вчера этот бок смотрел по веткин с кличку. Ну, к примеру, такая весовая разница. Один на эмоциях, очень много движения, пытался что-то сделать, другое на опыте. Отстоялся, потом в конце добил. Ну, примерно так же у нас сегодня получилось. Ну что? Две игры не пропускали сегодня. Свои три дежурных пропустили. Поэтому злее будем в Краснодаре. Прошу вас, вопрос. Да, прошу. Владимир Владимирович, ну, понятно ваше переживание, но вот по игре. По сути показалось только, может быть третий гол забил Леницу в результате какой-то красивой комбинации, а от вас и выдущих – это ошибки обороны. Ваное место в Центр Росозащиты так и остается? Да, да, но у нас и проблемы были. У нас двух нет защитников – Бордачева и Рыкова нет. Поэтому… Ну, любая перестановка в Воронье, она всегда ведет к таким ошибкам. Самое стабильное должно ли не быть в команде. К сожалению, у нас не получается стабилизировать то карточки, то болезни, то еще что-то. Ну, пока так двигаемся. Конечно, «Зенит» – это не наш уровень, но зацепиться-то можно было. Можно было там первый гол и там сфалить. Там же началось-то все. Подо мной я же сказал и кричал – фали! Нет, он пропустил его, а потом уже лови его. И второй гол тоже самое – фол был. Там же стандарт разыграли. Во фланг, потом между линиями и все, и получили. Не добегаем, не дорабатываем. Хотя я говорил, что на своей половине поля уже полная концентрация внимания, дорабатывать моменты все, добегать, доигрывать. Не доигрываем. Уровень такой. Будем повышать уровень наших игроков. Да, прошу вас. По угловым, по-моему, 7-1, что ли, упользую. Томин, и почти ничего мы не получили. То есть, готовились обороняться и не готовились к атаку? Почему? Почему готовились? Знали, что они зону играют, знают, что быстро переходят из обороны в атаку. С угловых именно. И хотели разыграть. Психология. Боимся ошибиться. Хотя предупреждал. Не бойтесь играть, не бойтесь ошибаться. Все можно исправить командными действиями. Психология. Психология.